Девушки отдыхают Итак, «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости стартовал в мировом прокате. Фильм Мазака Снайдера стал самым кассовым весенним релизом и лучшим среди всех экранизаций комиксов DC. Схватка двух комиксов «Кон» вознесла фильм на верхнюю строчку списка самых кассовых релизов в историю студии Warner Bros. По всем прогнозам, фильм присоединится к клубу миллиардеров мирового проката. А вот критики разнесли фильм в пух и прах. Аудитория фильма настроена лучше мирового критического сообщества. Однако говорить о теплом приеме пока не приходится. Эксперты зафиксировали умеренный балл у посмотревших фильм мужчины, которые составили 62% всей аудитории. Твердых хорошо у женщин, а вот публика младше 18 лет была более толерантна. Подростки в фильм приняли на ура. А самым запоминающимся персонажем, кстати, стала «Чудо-женщина» в исполнении израильской модели и актрисы Галь Гадот. В общем, страсти в мире экранизированных комиксов кипят. Не шуточные, а кинематографическая вселенная Марвел не устает радовать любителей этого жанра. Уже через месяц свет увидит еще один, а надо думать, киношедевр о супергероях. Из тени выйдет «Капитан Америка». Картина «Первый мститель. Гражданская война» выйдет на экраны уже в начале мая. Предстоящий фильм является триквелом популярной супергеройской картины «Первый мститель». Режиссерами киноленты станут братья Джо и Энтони Руссо. Главную роль в фильме снова сыграет Крис Эванс. Также на экране появятся Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Вся интрига фильма закручена вокруг противостояния «Железного человека» и «Капитана Америка». Из-за кошмарных последствий сражений против «Альтрона» многие начали задумываться о влиянии людей со сверхспособностями на жизни обычных людей и требовать у президента урегулирования этого вопроса. Правительство США вводит акт о регистрации супергероев. Этот закон вынудит всех суперинкогнито открыться обществу и, более того, обяжет их работать исключительно на правительство. Герои с суперспособностями должны будут пройти специальное обучение и в дальнейшем стать агентами ФБР. Ну все, мое терпение лопнуло. Карапуз! Привет, народ. А вот следующая кинопремьера ждать осталось совсем немного. Другом 7 апреля в кинотеатры попадет необычный экшн-фильм «Хардкор», снятый от первого лица боевик от Ильи Анашулера и Тимура Бекмамбетова. Еще до выхода он взбудоражил воображение очень и очень многих. Это первый опыт такого рода в кино, когда зрители видят происходящее глазами главного героя. Достичь такого эффекта, кстати, удалось благодаря использованию камеры GoPro и специального стабилизирующего крепления. Если фильм получит хороший отклик у зрительской аудитории, некоторые киностудии могут всерьез задуматься о съемке полнометражных фильмов от первого лица. Но уже с использованием круговых камер и смотреть такое кино нужно будет в шлемах виртуальной реальности. Ну а пока «Хардкором» безо всяких шлемов обещают быть очень зрелищным. Ну а совместное российское и американское производство и компания Данила Козловского, Хали Беннетт, Андрея Дементьева и Сергея Шнурова наверняка себя оправдает. Главный герой Генри просыпается в научной лаборатории, где он и его жена оказываются похищены неким кем-то, занимающимся разработкой киборгов. Генри готов на многое, чтобы спасти любимую. А спасать, оказывается, нужно не только жену, но и мир от армии киборгов. Ну а следующая кинолента порадует как минимум поклонников Киану Ривза. Но, по крайней мере, благодаря ему фильм сразу привлекает к себе внимание. Детективная драма с привкусом криминала и триллера под названием «Дочь Бога» 7 апреля выйдет в российский прокат. Перед нами две линии. Две, на первый взгляд, не связанные истории полицейского, который расследует дело о гибели своего напарника. И история молодой девушки, которая увидела нечто странное и необъяснимое. И та ночь стала роковой в ее жизни. Что случилось? Мне ничего не говорят. Что с Джошуей Скотт? Что с моим мужем? Она становится свидетелем настоящего загадочного чуда, после чего с ней начинает происходить цепочка странных событий. Параллельно детектив полиции пытается расследовать дело о гибели своего напарника и сталкивается со странной незнакомкой. Ты пришел ко мне домой, чтобы сказать, что не будете искать его убийцу? Ты жалок. Ну и кто бы мог подумать, история Маугли, того самого, но уже снятая в 21 веке, со всеми вытекающими последствиями, выходит на широкий экран. Ремейк мультфильма 1967 года в виде художественного фильма с элементами компьютерной анимации. Авторы внесли в него некоторые изменения, включив в сюжет эпизоды из книги Редгерда Киплинга, чтобы сделать повествование более увлекательным. Кстати, впервые в истории Ка станет персонажем женского пола. Конечно, Уолл Дисней постарался, и как минимум все очень красиво. Затянувшаяся война с безжалостным тигром Шарханом вынуждает мальчика Маугли, выращенного волками, покинуть свою стаю и отправиться в опасное путешествие. На пути его поджидают разные приключения, а также встреча с медведем Балу, пантерой Багирой, питоном Ка и многими другими не менее симпатичными обитателями джунглей. Ремейки, как ни странно, вообще становятся очень популярны. Непонятно, правда, то ли лень новые сюжеты придумать сценаристам, то ли просто ностальгии накрывает. В любом случае, ремейки, похоже, рулят, и не обходится без них ни киношный мир, ни сериальный. Зена – та самая, что королева воинов снова выйдет на тропу войны. Правда, Зена будет уже не та, точнее будет совсем другая Зена. Перезапуск сериала, сделавшего звездой Люси Лоулис, должен представить зрителю героиню нового поколения. На роль главной героини, харизматичной, ловкой и умной, еще ведутся поиски. Тем не менее, NBC планирует выпустить сериал уже в текущем году. На мазеландский сериал Зена – королева воинов, проживший шесть сезонов с 1995 года, сама Зена впервые появилась в сериале «Удивительное странствие Геракла» и должна была погибнуть в третьем своем появлении. Однако персонаж настолько понравился зрителям, что для него теперь уже 20 лет назад создали отдельный сериал. Ну а сюжет представляет собой своеобразный симбиоз элементов греко-римской мифологии, легенд других народов и фантазии сценаристов. В прошлом Зена была безжалостной убийцей. Ее армия уничтожала все, что попадалось на пути. Ее люди сжигали и грабили деревни, убивали людей. Она не знала, что такое жалость и сострадание. Но воле сценаристов Зена решает встать на путь добра, защищать слабых и бороться со злом. А вот премьера следующего телевизионного ремейка популярной кинофраншизы буквально только что состоялась. Сериал «Час пик» расскажет о приключениях веселой команды полицейских детектива Картера и прилетевшего из Гонконга детектива Ли, известных нам по одноименному полнометражному фильму, ставшего в свое время настоящим хитом. Не найдя общий язык, при первой встрече наши герои вовсе не подозревали, что в скором времени из них получится убойно веселая команда. Детектив Картер эксцентричный и не в меру болтливый полицейский Лос-Анджелесского отделения, который всегда работает в одиночку. И это неудивительно, ведь по количеству проваленных дел и встреванию во всевозможные передряги наш герой может смело давать большую фору любому другому копу. Поэтому никто из коллег не горит желанием быть напарником с таким неудачником, который не ровен час вылетит с треском из полиции. Внезапно ему поручают ответственное задание – присмотреть за инспектором из китайской полиции и сделать так, чтобы тот не попал в передрягу или не наломал дров. Ну и, конечно, не могу не рассказать о фильмах, которые приготовил для вас телеканал «Городской». В субботу, 9 апреля, в 22.00 для вас художественный фильм «Человек года». Остросюжетная американская комедия 2006 года режиссера Барри Левенсона. Очень добрый и в позитивный фильма с Робином Уильямсом в главной роли. А еще фильм дает возможность каждому из зрителей по-другому взглянуть на привычные, на первый взгляд, вещи. Комик, всю жизнь развлекающий публику, на ниве политической сатиры, сытый по горлам, тупыми памфлетами и неумными юморесками, решает кардинально изменить свою жизнь, баллотируется на пост президента и неожиданно для всех побеждает. Сенсация – эстрадный артист «Человек года». А в воскресенье смотрите французскую криминальную драму «36. Набережная Арфевра» с Жераром Депардия. Режиссер фильма Оливье Маршаль, проработавший немало лет в полиции, в свое время признался, что хотел в своей второй киноленте, а первой была тоже детективная драма «Гангстеры», соединить манеру американского полицейского боевика и типично французский криминальный рассказ о людях, находящихся по обе стороны закона. О том, насколько это ему удалось, можно узнать, включив телевизор в 10 вечера. Хорошо вооруженная банда матерых преступников безнаказанно совершает дерзкие налеты на отделение столичных банков, жестоко расстреливая охрану. За расследование этих преступлений возьмутся сразу два департамента полиции, во главе которых стоят бывшие друзья Денис Клейн и Лео Врингс. У них совершенно непохожие методы работы и разные цели. Ну и, конечно, на этом ассортимент фильмов, предлагаемых вам к просмотру нашим телеканалам, не ограничивается. В круглосуточном режиме вы можете ежедневно смотреть самое лучшее кино, как отечественного, так и зарубежного производства. Мы стараемся удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Ну а я прощаюсь с вами на неделю и желаю обязательно найти свою музу. Ну и, конечно, хорошее кино тоже важно.